приветствую друзья и в этом видео я хочу вам показать все удобрения какие у меня вообще есть и наверное рассказать хотя бы частично о каждом из них по возможности и у меня есть довольно много поэтому даже не знаю может быть разобью это видео на части я буду показывать в принципе все подряд и постараюсь рассказать о каждом для чего эта вещь и как я ее использую века овес в принципе это удобрение это сидерат который сеется под зиму либо осенью после сбора урожая я думаю что многие знают что такое сидераты если нет то пишите в комментариях и может быть какие-то вопросы будут или захочете вы хотите чтобы я отдельно рассказала о сидератах я постараюсь снять об этом отдельное видео если вам это нужно вот ну века овес останавливаться не буду большой пакет это у нас так сказать лежит на черный день дальше гуми гуми это купил мама я честно говоря никогда им не пользовалась и вот он лежал все лето и он еще он не испортился я вам скажу что не слушайте в принципе никаких продавцов там и прочих деятелей потому что химия она не портится со временем она либо становится например это органическое удобрение удобрение да органические удобрение они со временем как бы становятся более концентрированные то есть они улучшаются а химия такая откровенная она выветривается но по факту своей как бы свои силы которые она оказывает на растение той или иной дети она не теряет то есть это не помидоры не яйцо которое испортится у вас там с течением времени здесь то написано повышает урожайность ускоряет созревание защищает от неблагоприятных факторов я думаю что мы в этом году может быть попробуем его наконец и тогда если интересно я расскажу что она дает какой эффект и вообще помогает но ну какой от него толк дальше 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 для нас вот такое вот открытие рубит от медведки это просто мега вещь вот их две штуки и еще у меня одна уже скрытая осталась прошлого года и в этом году по весне я думаю мы будем докупать еще пачек 10 потому что медведка это просто извините меня какой-то пипец особенно по весне вот даже не то что по весне а не за лет 10 назад это еще было как бы более менее терпимо сейчас это просто сумасшедший дом и медведка это проблема у нас на участке эта проблема вот и мы нашли вот такую вот штуку она довольно хорошая мы раньше пользовались медведок сам если вы знаете может быть у вас тоже проблемы с медведками мы использовались вот у нас момент вот такой гризли от медведки раньше мы использовали и еще был ну вот называется правотокс это от проволочников и есть такой же только медведок медведокс я вам могу сказать что они уже привыкли к нему и они уже его не воспринимают как какую-то отраву вот остался у меня гризли вот три упаковки с прошлых годов вот если видите 2014 2015 год до этого мы пользовались медведоксом потом перешли на гризли и гризли они тоже привыкли то есть они уже не воспринимали эту штуку как отраву еще хочу сказать что не знаю насчет медведоксом не буду зачитываться если интересно я посмотрю эту тему и расскажу вам в одном из следующих видео имеет ли какое-то предупреждение медведокс для тех у кого есть животные а вот в принципе я нашла сейчас прочитаю значит у медведоксом ну что нельзя принимать пищу пить курить во время работы применять препарат в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов это запрещено нельзя хранить рядом с продуктами питания лекарствами и карманы работать с препаратом без средства индивидуальной защиты органов дыхания зрения и кожных покровов на самом деле это конечно пишут как бы ну я не знаю для тех кто обрабатывает несколько гектаров земли но если у вас там 6 соток то в принципе не обязательно одевать какой-то респиратор там перчатки достаточно просто воспользоваться средством помыть руки и упаковку нужно утилизовать отдельно от бытовых отходов и вообще в отдельную тару и вывозить на специальные мусорные какие-то завод заводы или свалки такого плана то есть упаковку нельзя сжигать нельзя вообще выбрасывать туда же куда вы выбрасываете пищу нельзя в общем ее нужно каким-то особым образом утилизовать и вот по поводу гризли значит вот тоже вот да тут пишут что в недоступном месте обработку проводить для детей и животных то есть если у вас есть собачка которая бегает по участку не рекомендуется использовать гризли поскольку он опасен то есть она может откопать скушать и может отравиться рубит рубит здесь вообще отдельная тема то есть препарат скажем так вообще очень сильно токсичный то есть тут мало того что если у вас есть собачки и кошки то есть тут еще нужно проводить вдали от детей и вдали от птиц то есть если у вас на участке есть птицы рыбы какие-то водоемы с привлечением разных зверушек стараться делать это вдали потому что он сильно токсичный и тоже здесь рекомендуют надевать респиратор перчатки и резиновые сапоги но мне кажется это ну как бы это может быть интересный вариант для тех кто первый раз это делает но если вы уже работали с ним это довольно неудобно делать в перчатках поэтому просто возьмите себе на заметку что вы голыми руками вскрыли упаковку голыми руками насыпали эти гранулы у меня есть видео я ставлю ссылку где я эти гранулы сыплю в лунки а вот и просто вымыть руки после использования вы убрали пакет герметично его закрыли убрали куда-то в ящик стола там на даче и просто после этого вымыли руки с мылом и вы можете после этого делать что угодно есть там трогать что хотите главное вымыть руки хозяйственным мылом можно даже два раза вот в принципе вот такой вот очень хорошее средство и пока что они как бы на него реагируют то есть они действительно мрут от него стоит недорого 60 рублей я чисто не помню где вам брала в каком-то садовом магазине но если интересно этот вопрос уточню так и у нас идет дальше всякая вот такая вот губительная хрень значит проватокс это тоже такие же гранулы против проволочника и против жука который этого проволочника откладывает в принципе вот у нас запасная одна осталась пачка потому что мы в принципе ну в большей степени от него избавились и он встречается но в основном осенью поэтому иногда используем осенью вот осталась одна упаковка так дальше вот еще у нас гуми это уже ну примерно то же самое что я показывала в начале видео но меньшего размера вот и видите пишут здесь аналогов нету то есть это концентрированное удобрение больше такого нигде не найдете кстати говоря тоже вот я покажу чуть позже удобрения на основе вот такого вот гуми называются они сейчас если найду упаковку так сейчас не могу найти не могу найти я их в свое время покупала очень-очень много этих удобрений и у меня просто безумное количество их валялось в большом количестве они у меня были честно говоря куда они задевались теперь так ну в общем если вот гуматы вот гуматы вспомнила это название гуми гуми гуматы гуматы это просто вообще божественное вообще слово и удобрение основанное на гуматах и если вы когда-нибудь где-нибудь увидите гуми гуматы берите не задумываясь сколько бы оно ни стоило оно как правило стоит не очень дорого но тот объем который в пакетиках либо сухой либо влажный он концентрированный и его нужно очень сильно разбавлять но это просто божественная вещь вы никогда такого удобрения больше нигде не найдете так что гуматы это наше все вот это мы еще не пробовали но думаю что это ничуть не хуже просто оно уже как сказать оно такого кремообразного состояния то есть оно густое так дальше у нас фитоспорин я думаю что тоже многие его знают универсальная отпадная вещь это у нас новая упаковка пока еще не использовали но все что написано то есть пока я говорю можете прочитать все что написано он от этого всего избавляет и просто тоже очень хорошая вещь так давайте дальше а то время идет и как то надо двигаться значит аллатар это я брала на пробу против насекомых вредителей у нас одно время было до хрена белых бабочек был какой-то сумасшедший дом и перенаселение этих бабочек просто очень много их собрали тоже и в бутылку собирали и потом сжигали ну в общем было какое-то нашествие бабочек и вот я взяла но вот осталось у меня три пакетика дальше что у нас топаз вот такой вот циркон топаз биатлин нейтралин атлет фуфанон фуфанон мне очень нравится рекомендую если интересно в отдельном видео я расскажу как бы как он работает как его использовать и ну вообще почему я им так довольна максим так что еще у нас это в плане опрыскивающих всяких торнадо раундап гром так биогранулы для туалетов компост для компостов лантрел лантрел муха ес вот такой сыпучий гром так что еще интавир может быть кстати некоторые названия вам знакомы и вы ими сами использовались может быть у вас есть какие-то впечатления после использования витарос фитоверм так и что у нас еще осталось и осталась у нас бордоская смесь вот вот такая химия сейчас я быстренько все обратно сложу и мы двинемся дальше потому что у нас удобрений всяких очень много и я хочу вам все показать в одном видео надеюсь что будет интересно и вы не соскучитесь так вот такие вот еще удобрения покажу их целиком всю коробку потому что они одинаковые и повторяются вот такой медный купорос думаю что тоже многие его знаете отличная вещь и универсально тут 100 грамм можно разбавлять на тот объем который вам нужен также если есть вопросы и какие то хотите советы я расскажу отдельно значит может быть отдельное видео сниму вот такая вот клубника это вот по слову о гуматах но это немножко другое удобрение но тоже очень классная значит универсальные вот такие вот удобрения клубника вот такое для плодово ягодных культур так и момент момент вот еще завалялся здесь у меня крепыш это для рассады еще есть вот такая зависть это для деревьев плодовых когда вот только только после цветения так еще что у нас что еще завалялось а еще вот такая вот рассада это чтобы рассада не вытягивалась и как бы ну как сказать крепла еще у меня вот такая вот ортон рассада это ну аналогичная только немножко другой состав у него вот так куда то все таки заховались мои гуматы и я их не могу найти ну думаю что покажу наверное может быть в отдельном видео или велика вероятность что они остались на даче но они не портятся не боятся морозов и прочего но я вам как нибудь покажу просто видимо не могу эту коробку найти так и давайте из таких вот подкормок это у меня все сейчас покажу вам еще что у меня такое есть совсем химия совсем совсем химия значит вот такая вот торнадо оно уже было я показывала в пакетике это жидкий вариант он более концентрированный так фокус алё куку в общем он более концентрированный здесь 50 миллилитров и это надо разбавлять очень очень сильно это от сорняков стоит у нас давно как то мы все не решимся его использовать потому что очень сильная концентрация так здесь у меня борная кислота это у нас корневин чаще всего используем его в сухом виде то есть ну никогда не разбавляем и в принципе жидкие используем ну можно сказать что никогда не используем вот и здесь у нас тоже всякая химия совсем химия это борная кислота вот так она и корневин и вот здесь еще лентур это тоже от сорняков это совсем такая химия 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 этим пользоваться без перчаток категорически не рекомендуется вот и в принципе что еще вот тут у меня есть тоже сейчас момент куплено недавно фаз это таблетки от жуков и гусениц для опрыскивания всякие листогрызущие насекомые и личинки вот в общем такая химия надеюсь что было опять же не скучно и было интересно посмотреть какой у меня арсенал и если опять же что-то заинтересовало пишите я постараюсь может быть снять отдельно видео и рассказать уже конкретно об этом удобрении или химикате как он работает и как с ним нужно обращаться подписывайтесь не забудьте поставить лайк и обязательно жду комментарии увидимся в следующих видео пока пока